Великобритания Психическое здоровье наших родных слуг народа Не знаю как у вас, а лично у меня очень серьезную обеспокоенность вызывает И уже давненько равно как и вменяемость наших пропагандистов Которые по моему субъективному мнению уже сами верят в то, что несут Но обо всем по порядку начинаем Так вот Яровая и Жесней Представляете, эти люди позволяют себе говорить об адекватности политиков в одной из самых развитых стран на планете Люди, которые в отличие от заморских парламентариев создают или приветствуют создание всевозможных фабрик троллей Люди, которые принимают законы о лайках и репостах в соцсетях Об уголовной ответственности за эту хрень на реальные сроки, ведь провинившихся отправляют А напомните-ка мне Не в нашей или Госдуме еще полтора года назад целый зам председателя Нижней палаты господин Толстой На полном серьезе предлагал сажать людей в тюрьму за слово ватник Или вот еще один адекват Каждый рубль, на который снижается наша зарплата Или изымается по пенсионной реформе или еще чего-то по команде МВР Все перечисляется в американский либо бюджет, либо в доход, либо в пенсию американского гражданина Если перевести на понятный для обывателя язык, сказанное только что этим человеком Да, я голосовал за пенсионную реформу, потому что я из фракции Единая Россия И потому что я настоящий патриот Еще я очень поддерживаю решение нашего президента По данному вопросу нужна нам такая реформа Ну в целом она, конечно же, подлая и грабительская И народ России, естественно, обобрали только что, но не мы Это все американцы проклятые и жуткие МВФ заставили нас, честных пацанчиков Так некрасиво поступить Господа, вы вообще нить какую-нибудь вменяемости в этой куче букв Сложенных в разрозненные слова в состоянии отыскать Мне кажется, что господин Федоров был бы намного более убедителен Если бы пролопотал что-нибудь про сигнал из созвездия Кассиопея, например Или там про захват всех единороссов в плен Дартом Вейдером Да про проклятие великого Мерлина, в конце концов Но оно бы на самом деле правдивее выглядело А это тройка всадников апокалипсиса Мизулина, Поклонская, Милонов В одной той бюст замироточил То она на праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне С фотографией императора Николая выходит Скажите, ей уже кто-нибудь не участвовал Николай Романов в битве поп Сталинградов И на Курской дуге его тоже не было А эти наши прекрасные борцы за нравственность Ну там, мне кажется, гормоны по мозгам просто долбят конкретно Если, конечно, еще осталось куда долбить Ладно, не суть И вот все эти господа ставят под сомнение адекватность своих коллег В одной из самых, повторюсь, развитых стран мира Публично Может им проветривать в парламенте начать Ребят, ну это ведь не я придумал Нашу Госдуму народ по-другому как госдура уже не называет Каждую вторую законотворческую инициативу депутатов На самом деле у психиатров нужно резюмировать А они дураков за океаном ищут Вот если говорить о молодежи, ты обратил внимание, они все с телефонами Конечно Они все мажоры Все такие стильненькие А подумай, почему они стильненькие? Это значит, что это дети коррупционеров Ну а это-то вообще классика жанра Наша пропаганда в смысле Ребята настолько в дайте лизнуть заигрались Что в принципе берега видеть перестали Где это видано, чтобы в эфире главный ряда радиостанции страны Которая, к слову, на весь мир вещает Ведущий, получающий зарплату за счет налогоплательщиков Этих самых налогоплательщиков открыто оскорблял Да еще таким вот нелепым образом Если у молодого россиянина есть смартфон И он одет не в фуфайку Это отпрыск коррупционера О какой адекватности Еще раз в данном случае вообще можно говорить Информационная война информационной войной Но головой-то, блин, не только есть Надо, ладно Реальная журналистика, как всегда О прекрасном сегодня Поехали Ну и к проблемам нашим приземленным А пока психически неуравновешенные фронтмены Из числа слуг народа Отвлекают внимание таких же неадекватов Из числа избирателей на какую-то фигню Правительство затеяло новую реформу Давненько нас чего-то никто не обирал На этот раз по карманам россиян Решили шарахнуть через электрификацию всей страны В Минэнерго и Минэкономразвитие Посчитали, что неплохо было бы поднять для граждан тарифы На электричество Вариант, как всегда, беспроигрышный Поскольку это ведь от лишнего батона колбасы Можно отказаться, ну, заменив его макарошками Как вариант А без электроэнергии-то ведь народ уже разучился жить Да и как? 21-й век на дворе В какой угол квартиры ни плюнь Практически каждый предмет бытовой техники Работает от розетки Будь то пылесос, мобильник, чайник, стиральная машина Что угодно Вот и подумали крохоборы А давайте введем понятие Лимита на потребление энергии людишкам До 300 киловатт в месяц Укладывается человек в эту циферку Платит по базовому тарифу Такому, как сейчас, или чуть выше А нет, потрудитесь внести товарищ Для вас будут действовать тарифы особые Повышенный и красиво Так они еще это назвали Экономически обоснованный Одновременно предлагается постепенно отменить Льготные тарифы жителей сельской местности И квартир с электроплитами и электроотоплением Кроме того, должен сократиться перечень потребителей Приравленных к населению Сейчас в него входят в том числе Садоводческие, огородические товарищества И гаражные кооперативы Нет, звучит-то оно, конечно, красиво Беречь надо, ребята, электроэнергию Ой, беречь, но на самом-то деле Вы же понимаете, гоп-стоп, мы подошли из-за угла Вот как это называется по-русски И нравится тебе оно или нет А платить-то придется А если не будут брать, отключим газ Ну, в данном случае электроэнергию Хотя хрен редки не слаще Но ведь и это еще не все Уже сейчас должников перед коммунальщиками полстраны Это в основном люди, получающие мизерные зарплаты Которые без коммуналки-то еле-еле концы с концами сводят Плюс пенсионеры и прочие социально незащищенные категории граждан Что с ними будет? Правильно, нахлопают еще больше долгов А дальше сказать, или сами догадаетесь Квартиру таких должников начнут отжимать Уже сейчас, в общем, это происходит Правда, масштабы пока единичные А в планах поставить такое доброе дело на поток Металлическую дверь комиссия в составе представителей товарищества Собственников жилья и судебных приставов Вскрывает болгаркой Точка кипения у жителей этого дома Долг достиг 200 тысяч рублей Три года должник не платил за жилищно-коммунальные услуги Люди не понимают Ну, не хотят Ну, если он не работает, откуда он, в принципе Чем он будет платить? Вот, господа, конкретный пример 200 тысяч человек остался без жилья Всего за 200 тысяч рублей Подозреваю, что это процентов 10 от стоимости той квартиры Но кого это волнует? Вот вы знаете, я в журналистику пришел в конце 90-х, в начале 2000-х Тогда черные риэлторы подобными вещами занимались Бандиты по-простому Вгоняли жертву в какой-нибудь копеечный долг Затем врубали счетчик Крутили процент на процент Через какое-то время Квартира оказывалась в собственности этих бандитов А жертва шла за газировкой Затем таких дельцов начали прижимать к ногтю Но на их место пришли банки А теперь вот еще круче государство То есть теми вещами, которые занимались в 90-е Бандиты сегодня займутся власти? Тогда, простите, а 18 лет? Ну, когда нам дули в уши Что государство борется с коррупцией И разгулом бандитизма? Что это было? Тупо передел? Но не у всех все плохо Зато на чиновников в будущем году Бюджет повысит расходы на 1,4 триллиона рублей Если вы возьмете калькуляторы Посчитайте это на 4 миллиарда в день Получается И вот здесь, пожалуйста, будьте внимательны Не 4 миллиарда в день А на 4 миллиарда То есть какие-то тонны бабла На них сегодня и так тратятся А тут еще плюс 4 ярда ежедневно При том, что их всего-то там, господи 2 миллиона человек Чуть больше 1% населения И вот накость тебе Ага На пенсионеров 3 триллионов не хватало Поэтому, как сказал Владимир Владимирович Нужно, блин, пенсионный возраст поднимать Иначе все прахом А на чину уж вот хватило В какой же сказочной стране мы живем Ладно Закругляться пора И это была реальная журналистика Сегодня вот так На моей страничке в ютубе Ссылка на нее прямо надо мной Вы найдете больше полезного и интересного Заходите, просвещайтесь на канал Подписаться не забудьте В соцсети ко мне тоже добро пожаловать Там тоже есть что почитать И над чем подумать В друзья добавляйте с темы Предлагайте, поднимем и обсудим А я за всем спешу откланяться Все, пока Пока Сейчас мы будем вас учить Как открыть любую практически машину С помощью обыкновенного домкрата Для этого нам понадобятся перчатки И обычный домкрат Значит, первое, что вам нужно понять Есть ли здесь поддомкратник Ага, его нету Он нам в принципе и не нужен Как вы видите, машина прекрасно открывает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok